добрый день сегодня хочу показать как прошить прибор в 680 с помощью компьютера значит на этот прибор есть три прошивки вот они одна с буквой и 1 звукой п и простая прошивка первая которая на нем была значит у меня стоит прошивка вот у меня стоит прошивка и 1 19 года ну и для чего то для чего прошивать прибор в этом нет необходимости но мне есть необходимость мне интересует функция вот у нас т2 смотрите антенна где написано я хотел чтобы можно было использовать подачу 12 вольт вот у меня есть 5 вольт 5 вольт она прошивки сп возможность использовать подачи 12 вольт на усилитель для настройки антенн по т2 вот основная цель прошивки данного прибора значит что необходимо вот я взял программку но это все один а я возьму сп буду прошивать вот п и программа это простая первая программа которая использовалась для этого прибора но я буду перешивать на п для этого мне необходим такой шнур это обычный шнур идет к смартфонам вот обычный здесь мини usb больше в комплекте что переходим чоку такой скажем мне необходимости у меня нет подключаем ноутбуку вот теперь в комплекте в папочках я выставлю потом есть драйвера вот они два драйвера кому какой необходим устанавливается на компьютер или ноутбук для использования первоначально ну и все и после этого идем по подсказкам здесь также есть вот программа но на английском языке вот что зачем делать вот все с рисуночками как это делается сейчас попробуем по этой же программе и сделать я себе перевел поэтому буду пользоваться переведенной поэтому первое что нам необходимо драйвера мы установили второе запускаем программу с с папки вот она на 32 вот она запустилась посмотрим дальше нам необходимо вот она бывает что просит обновить у меня не попросила пока обновления не вот она ведь и просит обновления отказывая также как здесь написано подключаем юсб переходник на мы подключили шнурой теперь нам необходимо на приборе прибор кстати вот выключенный должен быть нажать кнопку f1 и удерживать вот я ее нажал удерживая и дальше подключаем прибор к юсб удерживаем вот у нас вот юсб так вот мы подключили шнурки шнурки usb дальше пустить кнопку f1 и включить прибор вот у нас смотрите и отпустил прибор и у нас прописались данные в этой программе вот у нас девайс написан 1 подключился видно да вот он девайс подключился сейчас мы чтоб ничего не испортить посмотрим что у нас дальше подключить мы подключили кнопку отключили включить прибор прибор не должен не должен гореть прибор не должен гореть проверяем включаем прибор и не должно быть никаких включений да он видите не горит просто лежит и все и теперь нам необходимо загрузить ту программу которая у нас есть мы будем загружать по 1 вот она вот вот она у нас загрузилась с п 1 программу после затем программе загрузчика появится обозначение это у нас появилась нажимаем ok в принципе больше ничего подтверждаем и ждем когда она загрузится до 100 процентов вот он зеленая линия стопроцентно дальше что мы говорим стопроцентно вытаскиваем шнур выключаем прибор ну попробуем выключить прибор и отключить шнур теперь включаем прибор и смотрим что у нас получилось переходим системная информация окей вот у нас получилось прошивка загрузилась видите с буквой п двадцатый год сейчас проверим то что нам необходимо то с чего мы начинали перестала работать кнопка возврата видите я вернуться не могу знаю писали об этом кнопка возврата не работает движение есть цветами боковые боковые работает он включил подсветка кнопок фонарик не работает но все равно самое основное выход как выйти отсюда движение нет вот прошивка есть выхода нет еще раз попробуем так нас интересовало интересовало 12 вольт подачи окей вот она видите сразу 12 вольт есть выключено 5 вольт 12 то есть появилась то что я хотел я получил но вот видите кнопка кнопка возврата нет кнопки возврата нет попробую вот не понял сейчас я нажал окей кнопка работает просто в одну сторону кнопки кнопки вот кнопка возврата нет в данном случае я буду возвращаться снова на прошивку ех мне кажется не работает еще и фонарик сейчас проверим так фонарик фонарик нет тоже поэтому фонарик у нас не работает и кнопка возврата есть 12 вольт но нет этих функций 5 вольт 12 вольт но нет возврата отсюда выйти невозможно все значит приборы хоть одинаковые но прошивка подходит не для всех приборов поэтому сейчас вернемся на проведем ту же процедуру и вернемся на прошивку ем вот теперь прошивая прибор на прошивку ем заново сейчас попробуем вернется ли он назад у нас как вы понимаете каждый со своим прибором делает самостоятельно решает нужно ему или нет вот я вернулся снова на 19 год прошивка е1 все всем удачи